Осложнение Бывает, что и просто хирургическое ваше вмешательство может вызвать повышение температуры тела Это зависит от иммунной системы и реактивности организма индивидуально пациента По поведению, по медикаментозному Я все-таки закончу, это потому что важно Европейский протокол, не записывайте пока ничего Подразумевает применение глюкокортикостероида в течение 3 дней Антибиотика в течение 5 дней Помимо местных препаратов Местно мы применяем ротовые ванночки Вы помните, что нельзя говорить пациентам полоскать Потому что они полощат Больше, выше, сильнее, лучше 25 раз в день Мы называем это ротовыми ванночками Поддержали, выплюнули Я пишу 40-60 секунд Или сколько он может Сегодня я вас познакомлю с линейкой препаратов Которыми пользуюсь я Возможно, что вам понравится что-то из этого Это хлорогексидин 0,12 Он продается испанского производителя фирмы Pierrot Его я применяю мало и не часто В основном мы применяем антисептики растительного происхождения на основе хлорофила И местные такие кератопластические средства, как гель с хлорофилом, осиновой корой и масло с каротиноидами и хлорофилом Я вам всю линейку этих средств сегодня покажу Какое-то время назад в наших аптеках пропало вообще абсолютно все И то, что там появилось, меня не устраивало Вот это жуткое средство Метрогил И больше ничего Элиосолкосилил, который пациентов не у всех получается нанести его на Десну Не всегда он нужен Он покрывает, во-первых, пленкой То, что нам не нужно, он нарушает оксигенацию И, соответственно, было принято мною решение совместно с Алексеем Мы сделали собственную линейку препаратов для пародонтологии И для ежедневного применения, и для ведения послеоперационных пациентов Ну, это уже достаточно количества времени мы и работаем И кроме удовольствия и никаких нареканий с моей стороны Пациенты, конечно, они просто настолько довольны И уже заказывают там себе какими-то канистрами все это домой Потому что растительные антисептики позволительны применять постоянно Они не вызывают нарушения биоциноза полости рта Не вызывают никаких других таких побочных эффектов Потому что вы помните, да, что те, кто занимается классической пародонтологией Пародонтальной хирургией постоянно Когда к вам приходит очень тяжелая форма пародонтита Вы начинаете санировать этого пациента Ваше лечение не длится две недели Вы согласны со мной? Никогда не длится две недели А хлоргексидин вы сколько можете? Тот же диоксидин Две недели, это наш порог И в этом у меня всегда была эта проблема И когда мы обнаружили вот эти прописи феталона с хлорофилом, с вытяжкой И мы рассмотрели все вот эти композиции Мы их долго и тестировали, применяли, смотрели, как что работает Как что лучше именно для полости рта И стало понятно, что это вот просто бомба Это выход из любой ситуации Поэтому медикаментозно Ротовая ванночка, кератопластик на швы Обработка Что вы даете рекомендации по чистке зубов своим пациентам? Какие у вас есть навыки? Вот вы прооперировали Когда может пациент почистить зубы и чем? Щадящая обработка Первые сутки я рекомендую зубы в этой области не чистить А что делать? Свиньте Ну, какие-то оболазки, или почистить других областей Ну, давайте я вам точно тогда расскажу, как это делается Два дня он обрабатывает зону операции и зубы в ней ватной палочкой, смоченной в растворе антисептика И ничем больше На третьи сутки утром Он до этого должен себе или заранее, или вы ему дадите Я в клинике, ну, как бы выдаю просто сразу этот комплект после этих вмешательств Супер мягкая щетка Конкретно чистая, новая Это важно Потому что по ней не взяли там где-то старую щетку из стаканчика Купленная только для этого места Маленькая мягкая щетка Он начинает очень осторожно чистить это место Все остальные зубы он чистит, как всегда, в привычном режиме Пациенты некоторые почему-то считают, что они две недели Должны все остальные зубы тоже не чистить Это очень важно, когда вы даете рекомендации Это тоже ваш вот этот вот локус безопасности вашей Когда вы все полностью предупредили Я еще и пишу вообще все До последней точки Потому что, чтобы потом не было разговора, вы не сказали Или не предупредили, еще что-нибудь Отек развивается максимально на третьи хирургические сутки Традиционно Об этом тоже надо сказать, чтобы утром в 7 или в 6 утра Вам никто не писал и не звонил И не говорил, у меня вчера не было, сегодня у меня все отекло Я прописываю, что максимальный отек будет в этот же день Мне в субботу утром в 7 часов писать не надо Или в воскресенье Это нормальное течение операции То есть пациентам даже психологически очень важно готовить Скажем так, это непростая история Макогеневальная пластика И вы должны находиться в таком тандеме с пациентом Вы должны работать вместе И психологически он должен быть готов к вмешательству Понимать, что это хирургия Что это не реставрацию ему сделали Что это совершенно другой Это процесс Оцениваем мы когда Результат свой Не пациент оценивает вас, как доктора А мы свой результат Когда будем оценивать? Добычный результат мы оцениваем на 5-й, можно даже на 4-й сутки Что там оценивать? Там вообще отек, там ничего не видно Я вообще никого не приглашаю 14 дней вообще я никого нет Раньше, чем через 14 дней я никого не хочу видеть Нет, 14 дней Через 14 дней мы снимаем швы Результат первичный, как вы сказали Оценивается через полтора месяца А я вам расскажу Не так все однозначно Даже если у вас умер трансплантат Даже если это произошло Я надеюсь, что после сегодняшнего нашего занятия Он просто у вас не будет У вас проблемы Мы просто Мы разберем, почему это происходит Никаких чудес не бывает Все в ваших руках Через 3 месяца мы оцениваем результат операции Первичный результат Это вообще что происходит с регенерацией у пациента Результат операции Это насколько будет ли требоваться Повторное вмешательство Или не будет Это конечная история И вы отпускаете пациента Через 6 месяцев мы оцениваем Полный общий результат Всей работы Цифры не мной придуманные Есть просто протокол конкретный Продолжение следует...